Как правильно приготовить и пить коралловую воду? Я сегодня об этом расскажу. Я сам уже 10 лет ежедневно пью живую биологически доступную воду. Нам, каждому человеку, каждый день надо выпивать как минимум 30 мг воды на 1 кг веса. Например, если человек весит 50 кг, то ему в день надо выпить полтора литра воды. И как начать день? И как начинается мой день каждый день? Значит так, как приготовить коралловую воду? С утра нам всем нужно выпить 640 мг теплой коралловой воды. Потому что утром, особенно утром, мы в таком виде как будто промываем организм изнутри. Мы чистим его, да, и теплую воду нам нужно пить всегда. Потому что если мы будем пить холодную воду, то организм будет тратить нашу собственную энергию для того, чтобы воду сперва согреть до нужной температуры. И тогда воду только организм пропустить дальше, да. Но так, чтобы не тратить собственную энергию, нам нужно пить теплую воду. И тогда вода сразу же всасывается в организм. И вода всасывается через толстый кишечник, толстую кишку, да. И значит, желудок должен быть пустой. И коралловую воду обязательно надо пить только на тущах, да. Когда в желудке нет абсолютно ничего. Чтобы вода сразу же всасывалась в толстую кишку. Потому что в противном случае, если в желудке будет хоть немного пищи, желудок закроет вход в толстую кишку и вода никуда не пройдет. И во-вторых, коралловая вода, она щелочная. И если мы будем пить такую воду во время еды, то, к сожалению, кровавая вода нейтрализует кислотный сок, который участвует в переработке пищи, да. Вот такой вод, немного длинный, но ничего. Значит, а как приготовить воду? Я всегда наливаю, например, 1 литр холодной или комнатной температуры в кувшин. И лучше использовать стеклянный кувшин, потому что стекло дольше держит живую воду, да. Иначе, если мы там пластмассу зальем или в другом сосуде, то живучесть намного быстрее уйдет. В металлическую нельзя лиц не мешать, да. Значит так, литр воды в кувшине и пол-литра мы заварили, да. Потом горячую воду льем в кувшин, чтобы нам получилась теплая вода. И бросаем один саше кораллмайн в кувшин. Так. Один саше кораллмайн это максимум на полтора литра воды, да. Можно уменьшить концентрацию, это даже лучше, это, да, вот. Но это другая тема. Вот. Бросили саше в кувшин и через пять минут вода готова. Перемешать можем только используя или деревянный предмет, или пластику, да. Железу, как я уже говорил, железные предметы нельзя использовать, потому что железо нейтрализует все качества воды, да. И через пять минут можем уже пить воду. И утром, ну, как я уже сказал, нам надо выпивать 640 миллиграмм воды, ну, в течение, скажем, часа-полтора, медленно, да, не спеша, на то сейчас, да. И когда мы это сделали только потом, мы можем, как сказать, начинать думать об еде, да, об завтраке. Пока мы не выпили свою воду до тех пор, мы не можем даже думать об еде, да, об еде. И остальное количество воды, конечно, выпиваем в течение дня, да, хорошо, конечно. Если мы чуть-чуть не всего дня будем пить теплую воду, да, но если не получается, ну, тогда такая какая есть, да, комнатная температура. Но можно и добавить теплую воду, например, если в течение дня вода остыла, наливаем стакан коралловую воду и додеваем теплую воду. Вот так. Надеюсь, информация была полезной. Если возникли вопросы, пишите мне или человеку, который дал вам эту ссылку. Спасибо. Спасибо.